На кой черт нам эти тренды? Что носить, чтобы выглядеть актуально? Стиль old money. Все новое, хорошо забытое, старое. Да будет так. Julia F. Всем весенний привет! В конце января с вами Юля, создатель бренда Julia F. И сегодня мы поговорим с вами о стильных образах на весну, которыми я по традиции вдохновлялась в Pinterest, а альтернативу подбирала на Wildberries. В данной рубрике я не покупаю все показанные вещи, я всего лишь ищу их за вас и для вас. Обязательно изучаю состав материалов, рейтинги, отзывы и ссылки на все показанные изделия вы найдете в описании. Кстати, если вы не смотрели мое предыдущее видео из этой рубрики «Стильные образы на осень-зиму», предлагаю посмотреть, так как там вы найдете все еще свежие и актуальные комплекты. Подготавливая то видео, я безумно вдохновилась вот этим образом, еле нашла похожую ткань, и теперь у меня тоже есть такой пиджак. А если вы хотите себе подобное, напишите мне об этом в Дирек. Итак, 5 готовых образов для вашего вдохновения на весну 2024. Начну, пожалуй, с этого. Девчачий, весенний, черно-белый – все попадания в тренды наступающего сезона. Юбка-баллон в конце 2023 года набирала популярность, но то была зима, весной такой фасон будет очень актуальным. Я нашла атласную юбку. Конечно, состав ненатуральный, но хлопковая такой струящейся не будет. Точнее, она может быть такой, если шить ее на заказ. Хлопок бывает разный, но на Валберес такого выбора нет. Из джемперов прикрепила два варианта. Визуально второй больше подходит, он более объемный, рукав длиннее, и можно повторить референс с точностью. Однако, заглянув в состав, я бы взяла первый, он дольше прослужит. Давайте повторим такой сочный образ. Тут собраны не только все тренды весны, но он еще и представляет стиль old money. А он, как вы знаете, остается актуальным. Если вам интересно знать, какие цвета, ткани, фасоны будут самыми свежими этим весной и летом, предлагаю посмотреть мой предыдущий ролик. Я лично посмотрела показы 11 разных брендов, проанализировала и собрала самые ключевые и важные моменты в роли. Смотрите его по ссылке в описании и будете знать, что носить, чтобы выглядеть актуально. С брюками вышло все не так гладко. Нашла несколько моделей, но было не то. На референсе явно видно, что штанина длинная. Я даже вернулась в Пинтерес и поискала другие фото с другими ракурсами. На новом фото заметны брюки слоновьи ноги. Это когда штанина прямого кроя сливается с обувью, не оголяя щиколотку. Кстати, в таких модных брюках был и Северус Снейп, в фильмах о Гарри Поттере. В реалиях в Валберес такие непросто найти, но мой совет, вы можете заменить их брюками клеш. Я нашла две классические модели, клеш и палат, что тут на ваш выбор. Классическую модель нужно выбирать по росту, чтобы изделие было достаточно длинным в контексте нашего референса. А клеш нужно подбирать под обхват ваших бедер. Чем объемнее бедра, тем менее пышный клеш должен быть. С пальто тоже непросто, либо 100% полиэстер, либо короткое. А я ищу шерстяное и длину макси, так как длинный подол сейчас очень актуален. В итоге остановилась на этих вариантах. На ногах девушки в референсе 100% туфли. На кой черт нам эти тренды, когда у нас холодный клейлок? Я понимаю, красота требует жертв, но здоровье хотелось бы сохранить. Поэтому предлагаю рассмотреть кожаные ботильоны. В них разный каблук, в остальном модели схожи. Хлопковый лонг и кардиган из вискозы. Сумка должна держать форму и иметь элегантные тонкие ручки. Вот два варианта. Первая из натуральной кожи, вторая из эко. Я не я, если нет препятствий и сложностей. Такие мохнатые образы будут свежо выглядеть, потому что еще не все знают, откуда брать такую ткань. А те, кто первыми облачатся в подобные вещи, будут самыми модными. Еще прошлой осенью я не могла найти таких изделий на Валберес, разве что в единственном экземпляре. А сейчас их появилось гораздо больше. Посему уверенно заявляю, это растущий тренд. Как и зеленая колгот. В общем, нашла я такие пиджаки-пальто. И даже в розовом цвете. И в нем даже состав идеальный. Но отзывов никаких. Тогда как коричневые уже активно покупают. Такую же пушистую юбку не нашла. Состав, в котором нет цифр, я как всегда пропускала. И выбрала единственный вариант. Вот такой. Обратите внимание на туфли. Это не закрытые классические лодочки. Если бы девушка была будто в них, образ выглядел бы не таким утонченным. Такая модель подойдет не каждой. У меня, например, будет выпадать нога. Хотя, благодаря носочкам она может плотно сидеть. Но без них модель не для меня. Валберес предлагает нам либо дичь в стразиках. Либо туфли с ремешком, а он нам не нужен. Вот что у меня нашлось. И без лишних слов, первая модель из кожи 100% попадание. Но цена... Хотя, эта иконика очевидная цена. Мне нравится этот магазин. Никогда мимо него не прохожу. Завершаем этот образ носками, гольфами и перчатками. Носочки я искала без рубчика, чтобы был контраст с гольфами не только в цвете, но и объеме. Собственно, как нам демонстрирует и референс. Этот референс зацепил мое внимание многослойностью и открыто-закрытостью. Сейчас объясню. С первого взгляда нам кажется, что образ раздетый. Ведь девушка сняла пиджак, а кардиганы расстегнуты и виден живот. Но затем мы видим юбку миди из плотного материала. Вроде бы в туфлях, но в плотных гольфах, которые скрывают оголенность ноги. Вроде бы в кардигане, даже двух. В кофточках на распашку, но в плотных перчатках. Но очень стильно, как по мне. Кстати, когда искала юбку к этому референсу, решила, стоит уточнить. Ищем ту, которая прямого силуэта и без каких-либо разрезов по переду или сбоку. Это также влияет на условную закрытость образа. И одну такую мне удалось найти. С кардиганами я снова посражалась. Да, мы уже искали его недавно, но он своеобразным вырезом. Теперь нам нужен более закрытый. Вот нашла супермодель. Китаю состав, закрываю вкладку. Пришлось искать разных продавцов, чтобы найти похожие друг на друга вещи, но в разных оттенках серого. Таби на плоской подошве были только в виде балеток, но это даже круче, потому что балетки снова возвращаются в наш гардероб. Все новое, хорошо забытое, старое. Вольфы искала в цвете темного кардигана, а перчатки и ремени из натуральной кожи. Очки на выбор, и к такому образу подойдет вот такая сумка. Ну и завершить свой обзор хочу преп-пестилем, который также на волне актуальности. Но я не смогла выбрать между двумя референсами, поэтому буду выбирать вещи для обоих. Цветовая гамма одинаковая, модель обуви похожая, колготки, пиджак. Ну и начала я, конечно, с пиджака. Юбку искала долго, чтобы не короткая была и теплая. В итоге первая шерстяная, вторая хлопковая. Но первую покупали всего несколько раз, тогда как вторую очень много. На другой девушке в пальто, скорее всего, прямая мини-юбка. Да будет так, я немного присмотрелась к предыдущей юбке и поняла, она должна быть не сильно короткой, чтобы подол был виден из пиджака, но выше колена. Возобновила поиски и нашла вот такую вот. Водолазки прикрепляют два варианта. Первый просто невероятный по своему составу. И цена не сильно большая. Все-таки это кашемир и шерсть. Вторая водолазка хлопковая, в три раза дешевле, но более покупаемая. На другой девушке рубашка с галстуком. И тут я удивилась. Наконец-то на Валдерес можно найти актуального фасона рубашки. Классические, прямого кроя, с нормальным классическим воротником, без принтов, без вот этого вот полукруглого низа на рубашке. А, еще и по составу хлопок. Чудо! И как украшение к рубашке узкий галстук из микрофибры. К колготкам отнеслась со всей ответственностью. Выбрала 40 ден и чтобы отзывы были хорошие. Лоферы искала из натуральной кожи и что-то между первым и вторым референсами, чтобы подходили под оба образа. У одной девушки есть еще белые носочки. Мы можем взять их из нашего пушистого розово-желтого образа, но теперь нам можно варианты в рубчик. За вами выбор, а я вам его предоставлю. Мне кажется, я нашла такое же пальто. И карманы, и узор елочкой. Радует состав. Про сумку я не забыла. И ссылку на нее тоже прикрепила в описании. Вот такие вот образы у меня получились. Надеюсь, вам такие видео полезны и нужны, потому что я действительно очень запариваюсь поисками. Я стараюсь найти максимально выгодное, максимально лучшее по составу варианты. Я не халторю, стараюсь найти точь-в-точь, цвет-в-цвет. Буду благодарна вам, если вы оцените мои старания и поставите этому видео лайк. И в комментариях пишите, какие темы вам интересно было бы послушать, или, может, вы хотите еще какие-нибудь такие видео уже с другими весенними образами. На этом я с вами прощаюсь. Всем прекрасного настроения и пока-пока.